Относительная ясность в ближайшее время должна наступить и в истории с «Лучом». Приморский футбольный клуб уже несколько месяцев находится в тяжелой ситуации. Денег нет и сил держаться тоже. Финансовый голод начался в команде «Луч Энергии» еще в феврале этого года. Тогда клуб покинул титульный спонсор – энергетический холдинг «Русгидера», в состав которого сейчас входит бывший генеральный спонсор «Луча». Больше 10 лет они были источником 60% бюджета футбольного клуба. Еще в конце декабря прошлого года энергетики заверяли, что партнерство будет продолжено. Однако в феврале финансирование прекратили. Без объяснения причин. Спустя полгода внутренние проблемы лучевцы вынесли на суд общественности. Сначала перестали обучать молодое поколение футболистов из детской школы «Луча» тренеры. Следом не вышли на тренировку и игроки основной сборной. И те, и другие главные причины назвали задержку заработной платы. Задолженность скопилась за несколько месяцев. Футболисты собирались даже бойкотировать матч 14-го тура «НФЛ» со «Спартаком-2», который состоится 26 сентября. В минувший четверг с футболистами встретился вице-губернатор края Павел Серебряков. По решению главы региона из бюджета края «Луч» получит порядка 30 миллионов рублей на зарплатный фонд клуба и решение острых финансовых проблем. Важно, что губернатор принял волевое решение о выделении дополнительных средств для финансирования клуба, о чем я сейчас клубу и сообщил. Завтра получат ребята деньги на индивидуальные счета, придут СМСки. Это два с половиной месяца долгов по зарплате. И мне кажется, это очень существенно. Власть должна так вот идти на диалог с клубом? Все-таки искать партнеров? Мы договорились. Во-первых, мы поиск партнеров не прекращаем. Во-вторых, мы ежемесячный режим диалога с клубом выстроим. Я лично буду приезжать, разговаривать с командой. У меня тоже есть вопросы к команде по спортивному результату. Но, мне кажется, это нормальный рабочий процесс. Глава региона уход ключевого спонсора «Луча» и вовсе назвал нарушением всех обязательств. По мнению Владимира Миклушевского, компания «Росгидро» попросту не заинтересована в развитии спорта в Приморье. Переговоры с генеральным директором Николаем Шульгиновым ни к чему не привели. Однако губернатор заверил, впредь задержек выплаты зарплат в футбольном клубе не будет. Уже известно, что от планов бойкотировать ближайшие игры со «Спартаком-2» футболисты «Луча» отказались. Со спортом связан и процесс недели. Во вторник, 20 сентября, судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда вынесла окончательный вердикт по делу Эдуарда Сандлера. Первоначальный приговор устоял. Апелляционную жалобу осужденного оставили без удовлетворения. Напомню, в июле Фрунзенский районный суд признал экс-тренера баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он получил два года из правительной колонии общего режима. На судебном заседании было установлено, что Сандлер заключил с баскетбольным клубом «Спартак-Приморье» договор возмездного оказания услуг по обеспечению команды. При этом услуги по аренде спортивных сооружений и автотранспорта, проживанию спортсменов, а также затраты на оплату труда тренеров детско-юношеских групп фактически не осуществлялись. В итоге, по подложенным счетам, в 2013-14 годах из краевого бюджета было похищено более 6 миллионов рублей. Напомню зрителям, что именно после нашего сюжета о нецелевых тратах бюджетных денег было возбуждено уголовное дело, а самого Сандлера арестовали. Что же дальше? Можно ли считать это дело законченным? Мне кажется, нет. Скорее всего, после уголовного процесса начнется целая череда арбитражных споров. Дело в том, что Сандлер имеет отношение к ряду весьма доходных сфер бизнеса, основная из которых – спортбаза «Спарта» – бывший пионерлагерь «Прометей». Там тренируются профессиональные баскетбольные команды из ряда регионов Дальнего Востока. Тренируются, естественно, не забесплатно. Не исключено, что после ареста Сандлера этот ценный актив попытаются...